здравствуйте всех подписчиков моего канала те кто интересуется развитием сегодня видео будет называться путь развития человека на самом деле это очень важно чтобы вы смогли увидеть на каком пути развития вы сейчас находитесь и сопоставить свою жизнь куда вы дальше двигаетесь что происходит вашей жизни так сначала первый этап это слепой котенок то есть человек рождается развивается мы развиваемся в определенном обществе где нету знаний практически то есть родители не обладают знаниями они не могут нас ничему научить в университетах академии школах тоже этих знаний нет которые нужны нам для жизни да то есть мы рождаемся мы не понимаем кто мы такие мы кусок мяса либо у нас есть душа если есть душа что эта душа делает здесь вот как это все работает что мы должны делать как кого наше предназначение если она вообще либо человек самого определяет куда мы двигаемся как мы должны учиться чему мы должны учиться какую специально сосваивать то есть многие всю жизнь проживают и не понимают и не выходит на свою судьбу не уходит на свою программу поэтому знание которое мы даем они очень фундаментальные они обязательно нужны и детям и людям и взрослым они создают условия для людей чтобы выбрать правильное направление идти по короткому маршруту и делать минимальное количество ошибок конечно ошибки они уже запрограммированы в нашу судьбу есть определенная карма есть отработка этой кармы есть уроки чем более развит человек тем возможно сложнее эти уроки будут даваться но на земле все построено таким образом если вы развиваетесь в правильном направлении то ваша жизнь облегчается со временем то есть это вот нужно понимать то есть если вы вышли на свою программу вы правильно работаете вы нашли свою вторую половину вы следуете своей программы там какое-то количество детей может прописано в программе быть какая работа как вы должны развиваться должны ли вы вообще развиваться что у вас прописано какое направление этого развития духовного у вас есть так далее следующее следующий этап это просыпание осознания то есть человек уже в таком возрасте от 16 до 30 лет он может себя осознавать что он личность что он пытается выбрать себе путь в этой жизни что он пытается определиться начинает себя вести более осознанно следить за своими словами действиями поступками чем более глубоко человек будет себя погружаться в этот момент тем легче мы в дальнейшем будет то есть большинство людей живут смотрят в этот мир наружу то есть смотрят что вокруг на стул на диван там на телевизор на машину других людей но никто особо сильно не смотрит внутрь себя то есть если вы вектор свой поменяете направление своего видения чуть-чуть поменяете что нужно больше заглядывать внутрь себя тогда вы будете чаще видеть подсказки будете понимать как более правильно работает организм какова причина болезни почему что-то не происходит так как вы хотите в этой жизни может вы стучитесь не в те двери а многие даже не понимаю что он не случится не в те двери еще нужно осознать что вы не стучитесь не в те двери потому что можно стучаться в какие-то закрытые двери постоянно вам кажется что вы должны вот в эту сторону пойти в это направление но на самом деле это не ваша дверь если вы там постучались несколько раз туда никто не открывает значит надо вектор помять это тоже хотя бы надо понять это уже один этап из развития есть самостоятельное развитие есть развитие с другими людьми которые могут вас направить посмотреть вашу программу там посмотреть вашу судьбу сказать вам надо туда 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 потому что эти люди они специально существуют на земле чтобы не можно было обращаться как вот магазин вы пришли за хлебом за молоком до пришли к такому человеку который обладает будь то контактер ясно и видящий астролог таролог нумеролог либо еще какой-то специалист который в этих вещах разбирается допустим мы этим занимаемся усиленно если вы понимаете вот что и как должно работать конечно много людей которые в этом не разбираются но это тоже элемент нашего развития элемент выбора элемент понимания кому мы обращаемся вся информация на этой планете она разбросана все знания разбросаны знания по питанию знания по здоровью знания по нумерологии астрологии их надо все собирать нету их в одном месте нет ни одного специалиста кто бы сказал что все вот это сто процентов от а до я все меня есть давайте приходите я вас всему научу нет до сих пор еще все знания разбросаны их надо собирать по крупинкам их надо переваривать есть какое-то отторжение на каком-то этапе начинается и многие люди не всегда все понимают потому что им кажется что вот сейчас я сейчас где-то приду какую-то волшебную книгу куплю или приду каком-то мастеру сейчас и всему научусь там или там человек который раскрутился нет телевидение это не знаешь что он все знает это не показатель со временем происходит изменение мышления человеку тянет первоисточнику кто-то через религию начинает кому-то это уже с рождения не интересно то человек чувствует что это не его кто-то начинает заниматься поиском истины кто такой я зачем я сюда пришел многим людям надо в кого-то верить в какого-то бога там создателя то есть каждый его верит и видит по-своему кто-то верит в ангела-хранителя кто-то верит в какого-то бога там славянского там в исламе там до в своей религии так далее то есть каждый пытается заручиться поддержкой кого-либо когда человек уже вырастает становится более сильным развитым это длится не одну жизнь все это множество жизни длится но мы на земле примерно плюс-минус все одинаковые там несколько измерений разницы там второе третье четвертое в основном сейчас и мы примерно здесь все плюс-минус одинаковые поэтому уже прожили достаточное количество жизни что осознать понять куда нам нужно двигаться и со временем человек становится более сильным то есть он уже не должен в кого-то верить кому-то преклоняться человек должен верить только в свои силы и человек стремится развиваться и чувствует именно свою программу только лишь опираясь на свои силы хотя у многих есть ангел-хранитель очень сильных людей его нет жизнь состоит таким образом что она вся состоит из подсказок явных и неявных то есть когда человек интересуется эзотерикой какой-то история очень много всего интересного это и астрология и нумерология это и духовное развитие медитации йога это какие-то другие практики дыхательные и фэн-шуй да тот же и куча куча других вещей которые могут быть полезны человеку помогать дать те же драгоценные камни которые можно использовать в своем развитии те же тотемные животные тотемные растения там амулета обереги это все наши помощники но их к сожалению через интернет подобрать невозможно это все неправильно информациях надо подбирать субгубо индивидуально чем мы и занимаемся последнее время очень усиленно и у многих камней даже функции не те что пишет в интернете то есть это все подбирается очень все индивидуально скрупулезно со временем когда человек занимается поиском он может отступать то есть у него могут опускаться руки то есть он идет 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 у нее какое-то понимание возникло да вот почему многие люди не согласны с друг с другом один горит так другой так 3 так потому что у каждого свое развитие один верит в драгоценные камни другой верит духовное развитие 3 верят какое-то свое развитие что он сам на все способен сам хозяин своей судьбы и мира кто-то верят там в тотемные животные кто-то в обереги верят кто-то ни во что не верит кто-то старается там майк магии прибегать что чревато да там использование рун маги это все чревато какие магические воздействия а так в принципе когда человек постепенно доходит до той информации которая нужна ему он ее как-то легче воспринимает когда человек выходит на свой уровень развития ему легче и интуицию использовать хотя интуицию тоже надо развивать это штука вещь инструмент это способность талант развивается то есть есть специальные планы которые мы создаем можно развить интуицию все это проверено очень хорошо работает и в итоге человек постепенно идет к духовному развитию то через историю изучение истории правдивой через осознание поиск себя особенно когда человек идет 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 все вроде по маслу человек если человека жизни все идет по маслу человек не будет ни к чему стремится когда жизнь начинает ставить палки в колеса судьба какие-то чинить препятствия ангел-хранитель наши создатели сущности те высшие души которые отвечают за вас высший я как угодно называйте если вы идете не туда могут быть подсказки что вам будут ставить палки в колеса что вас направить именно в то русло куда вы должны пойти и таким образом кто-то читает эту информацию кто-то еще на первых этапах не читает не верит в это кому-то надо много раз упасть лицо вниз чтобы понять там посыпала семейное семейные отношения посыпались там проблемы с финансами проблемы с партнерами на работе там еще что то то есть кому-то одна подсказка человек понимаешь что-то не то начинает анализировать а почему это произошло 2 3 так далее и человек начинает задуматься так может быть порчу кто-то навел вообще на существует я в это верили не верю там человек начинает верить может еще что-то но люди же не знают что бывают жизненные уроки там какая-то карма может вступить в действие бывает у человека в программе в судьбе негативные периоды жизни в которые их надо знать заранее высчитывать узнавать у специалистов и сидеть тише воды ниже травы и вот тогда а если вы в это время пытаетесь активную бурную деятельность по всем направлениям осуществлять жизни то у вас идет и провалов вплоть до попадания в тюрьму аварии там потери бизнеса потери денег здоровья так далее то есть это очень важно знать такие периоды в жизни поэтому стараемся на нашем канале всю эту объективную и субъективную информацию истинную около истинную приближенной кисти не давать эту информацию максимально конечно же истинно для каждого своя поэтому я так и говорю и после каких-то разочарований падение поиска ощущений там человек смотрит одни каналы там потом другие каналы где-то зене в ютюбе там в к там так далее instagram не важно книги какие-то читает вот пробуют какие-то практики общие там медитативные там ходят на кита йоги дыхательной гимнастики еще какие-то практики цигун там так далее и после человека приходит понимание что в жизни все не просто так что чтобы человек не делал периодически кто очень внимательно жизнь рано выталкивает куда-то человек бывает что выталкивает бывает что через какие-то грубые подсказки это делает выталкивает бывает что человек сам понимает куда идти считывает подсказки и опять же повторюсь что когда человек очень сильно зависит от внешнего мира подвержен мнению друзей там подвержен моде подвержен новостям который говорит по телевизору часто там вникает во все его это все отвлекает и вот это человека не в ту сторону то есть нужно чтобы человек непосредственно окунался именно в свою судьбу свою жизнь погружался туда больше времени проводил наедине с собой особенно тогда когда у человека есть какие-то проблемы или обращался к людям профессионалам до которых этим занимается много-много лет и могут расставить все точки над и направить человека в том или ином почему такая-то проблема такая это что нужно делать смотреть те каналы которые дают нужную правильную информацию то всегда нужно знать свою программу что в этой программе потому что духовное развитие тоже широко невозможно сразу все познать все изучить узнать все что угодно на земле это невозможно все равно придется рано или поздно выбрать какие-то направления жизни не может человек прийти к любому мастеру сказать я хочу открыть третий глаз если у вас нету в программе открытие вы просто потратите время и деньги зря потом разочаруетесь просто плюните перестанете в это верить что мы наблюдаем со многими нашими подписчиками когда мы только начинали развиваться да уж не все еще понимали на тот момент а пять лет назад 10 лет назад сейчас приходит более глубокое понимание ты понимаешь да что пойти на эту работу ничего не заработаешь что взять этого человека в жены ли замуж выйти значит этим человеком будут проблемы в жизни не по программе человек пойти зарабатывать на этой работе тоже не получится выбрать какую-то практику которую не даст вам ничего только разочарование это тоже неправильно всегда надо узнавать что есть программе куда надо двинется в духовном плане в плане заработка семейных отношений здоровья питания все там прописано большинство вещей это все можно узнать где лучше жить в какой стране в каком городе в каком регионе есть варианты где лучше счастливее вот где больше зарабатывать будете где комфортнее будет так далее это все играет огромное значение можно заниматься одной и той же работой жить там в одном городе там получать сто тысяч рублей грубо говоря до переехали в другой город то же самое будете делать там 200000 вот ничего не меняется просто смена города и все в нашей жизни имеет значение особенно когда есть знания почему эти знания не дают их нет потому что те кто нами управляли много столетий им было невыгодно чтобы мы обладали этими знаниями у человека всегда внутри есть и негативные программы и позитивные сейчас время рыб закончилось наступает время водолея поэтому вот это все негативно темно но все будет уходить почему сейчас и правда вылезать начинает информация которая раньше была скрыта и у него сейчас она начинает появляться с тонкого плана через медитации через ченнелинги через таро через астрологию через другие вещи и вам эта информация становится доступна и вы можете ей пользоваться и позитивно повлиять на всю свою жизнь на ваших детей там и пройти по короткому маршруту вашу судьбу и выполнить свою программу и даже выйти на сверх максимум своей программы с помощью вот как раз камней драгоценных развития когда вы начинаете чем-то развиваться вы понимаете как это работает у вас появляется вера да вам легче в это поверить там легче это принять на легче использовать и примерить на себя это очень важно когда человек ни во что не верит естественно не результат минимальный развивайтесь вместе с нами пишите обязательно свои комментарии чем больше вы пишите интересные комментарии на канале тем больше шанс вас получить от меня подарок успеха вам хорошего развития делитесь своим развитием мыслями подписывайтесь на наш канал есть telegram канал у вас еще интересный находите его лабиринты знаний подписывайтесь успехов и увидимся новых видео всего доброго до свидания